А всем привет с канала Brim Team, и сегодня у нас будет новый видеоролик из новой тематики по летсплеям, так как всё-таки рыболовная тематика очень узконабравлена и хочется работать на более широкую аудиторию. И для этого как раз-таки посмотрим, будет ли актуальной темой летсплея в 2020 году, так как раньше я ими занимался, на канале были прохождения игр, вот сегодня поиграем в War Thunder. Сразу скажу, что это там никакой не кликбейт, потому что я был, наверное, одним из немногих, кто играл до того, как игру расфорсили, разрекламировали. Мой аккаунт создан, тут вот даже вроде бы в профиле можно посмотреть. Аккаунт создан был в 2013 году, как он здесь может посмотреть, кто-нибудь знает, нет. Достижения, титры, краски, наклейки, карточки игрока, скорее всего, должно быть. Ну, в общем, непонятно, где тут смотреть, это, конечно, всё. Но мой аккаунт создан был в 2013 году, когда не было никаких еще супер-пупер реактивных самолетов, танков и флотов, в помине не было, были только одни кукурузники и бомбардировщики. И как раз-таки, зачем я хотел снимать, потому что это было, как бы, интересно, и сам поиграл, и на YouTube загрузил. Сразу скажу, особо меня, пожалуйста, не ругайте, потому что я не особо умею играть, особенно на истребителях. Потом, может быть, сниму вас по каким-либо другим играм. Надеюсь, это будет хорошо, всё. Но вот подобные игры, то есть, это прям очень-очень не очень. Потому что я люблю играть на бомбардировщиках, у меня вот даже здесь один истребительный образный, 4 бомбардировщика. Но меня никто не прикрывает почему-то. Вопрос, почему, для меня остаётся загадкой. Потому что, если союзник по команде играет за бомбардировщика, истребители и штурмовики, они должны его, в принципе, прикрывать, а тут даже какой-то дурак открывает огонь по своим. Ну вот что за дебилы, а? Вот, и, короче, посмотрим, позаписываем видеоролик, если он мне понравится, я его, конечно, выложу. Вот, и будем разбавлять тематику канала. Эх, и зачем я нажал перезарядку? Ну вот такой вот режим игры мне, конечно, не особо нравится, потому что это, как бы, превосходство. Здесь кто кого больше убьёт, а вот это вот как раз не для меня, я больше по бомбардировке. Кстати, не понимаю, как игроки могут играть вот от такого вида. Да, это же вообще неудобно. Вот, как ты видишь там самолёты, видишь какие-либо это... Чертая, чертая, не легче играть, уже кто-то разбился. Лак-3 сможем сбить. Ну, попадание засчитано. Ну, у нас готово. Уже хвост обстреляли. Матильшка масла идёт. Всё, у меня кончились патроны. Ну, 102 очка заработал, но ещё никого не сбил. Но, прошу заметить, так же, как и не сбили меня ещё. Вот, они втроём насели на кого-то, на какой-то ил, и сбили его. Я, чё, со своим не врезался сейчас. Вот этот, блин, его потопили. Тут чисто даже трудно успеть за своими союзниками, кто играет лучше тебя. Вот, попадание было. Жалко, что сбить они меня засчитали. Прошу прощения, если на записи будет слышно какие-то шумы, это либо микрофон фонит. О, сбил самолёт, а? Красота, гори-гори, моя звезда. Да, прошу прощения за шумы, если они будут. Это, скорее всего, либо вентилятор в блоке сильно шумит, либо это что-то у меня с микрофоном, но максимально я рендерил. То есть, пытался звук редактировать, чтобы особо каких-то шумов не было. Я сейчас только могу заодно, чтобы не сбили меня, потому что всё остальное у меня, это бомбардировщики. Типа, бомбить здесь некого. Каталину я не смогу взять, на ней только бомбы. Там, B-29 можно будет только взять, он с носовыми турелями. Турелями, как прям, турели-турели. Так, B-B-1, это, вот так, хотел сбить, его уже сбили. Вот сюда нам, в принципе, можно столкновение. Но зато не сбили. Вот, ну вот, А-20G, ракеты и курсовое вооружение 12,7 мм. Вот такая уже дура, которая представляет из себя хорошую мишень. Единственное, что мы сможем отстреляться от врагов сзади. Ракеты неуправляемые, поэтому вряд ли не получится попасть в кого-то. Ну, я заранее рассказал, что вот превосходство, это режим не мой. Так, там же кто-то по 4 самолёта, по 6 самолётов сбил эту, блин. Лётчики-покрышкины, прям. Вот, DB-3, это чё, у нас, это какой-то мелкий самолёт. Мне вот моим маневрировать против такого, ну, очень тяжело. Вот, я даже пока поверну, всё перегрузка. Какая потеря управления, ты чё? Даже по нему попадание прошло от меня. Помощь в уничтожении противника засчитали, хорошо. Вот, як-2б какой-то. Попадание. Было попадание, но всё. Падаем, падаем. Не может самолёт так медленно плачать. Разбились. Попадание F-20 считали. Так, ну и вот B-25 есть смысл, потому что на Каталине нет носового вооружения. Сразу, наверное, скинем бомбы, чтобы они нам не нагружали. Кстати, чё ещё прикольно для меня в Аркандере, имитация вот падения снаряда. То есть очень здорово это смоделировано, сделано. Пока он там летит, можно посмотреть на падения, на взрывы. Бумс. Вон как далеко бомбили. Так. Кого здесь можно сбить? На клетке, кстати, я клеил давно тоже, лет назад, наверное. Представьте, что 5 лет назад был 2015. Когда-то я мог спознать, что лет 5 назад был 2009. Вот, очень сложно на таком самолете реально делать какие-либо виражи, потому что он элементарно очень тяжелый для этого. Ну, вот этот может получиться сбить. Всё. Задние турели стали работать, потому что нам кто-то на хвост сел. Попадание засчитали. Его прострелили. Попадание засчитали. Всё. Я не знаю, сейчас, по сути, надо выходить, потому что... Потому что на бомбардировщике мы здесь не поможем ничем. Наоборот, мы только усугубим наше положение по команде. Так. Предварительные результаты. Понятно. Вот теперь можно взять Германию. За Германию у меня два бомбардировщика только получается. Всё остальное это истребители. Кстати, кто следит за каналом, могли посмотреть, что я занимаюсь моделированием. И, то есть, хотел бы собрать какой-либо немецкий самолет, потому что, ну, прям здорово они смотрятся. Сейчас, я думаю, на основных самолетах прокатаемся. То есть, у меня основные армии это США, Германия и СССР. То есть, один за Германию и один за СССР. И я думаю, пока что хватит. Попробуем, как это предварительно пойдёт. Ну, вот по утрам, да, очень долго ищет бои. Хотя, вот, ожидают боя 15 человек, как бы. То есть, я думаю, уже можно запустить. Так. Может быть, вот пока здесь наклейки стоит посмотреть, которые у меня есть. То есть, наклейки по бомбам, красные звёзды, Герой Союза, сбитые из турели, потопленные корабли. Кваги Рейха. Сейчас надо будет прямо это... Понаклеивать. Познавательные знаки. СССР, танки. Вот гвардейские прикольные, кстати. За 140 выполненных миссий. Думаю, потом другой... Опа! Красному знамени. Нормально, надо будет проклеивать. А потом, думаю, в другом видеоролике поиграем за танки и флот попробуем. Нет, ты посмотри, он две минуты и ищет игру. Может быть, стоит на СССР переключиться? Так. Вот, типа... Внешний вид. Так. Камуфляж стандартный. А вот и наклейки. Наклеим вот так вот. И наклеим вот так вот. Или так не особо смотрится. Лучше наклеиваем на флейт, да? Внешний вид. Вы исследовали модификации в ступени. Победа даже! Может быть, мы выигрыли. Продолжаем. А, ну, значит, можно вешать только так. Не, ну тогда мы, конечно, лучше так повесим. А вот это доступно с премиум аккаунтом. Ну, давайте. Попробуем. Вот тут награду можно получить. Сделайте серию в пять побед над истребителями противника. То есть пять истребителей за одну жизнь истребителей. Это как бы тяжело. Если, конечно, вы умеете играть, там это очень замечательно. Вот. На совке сразу нашло. Так. Штурмовка. Моздок. Команды должны уничтожать отмеченные цели. Это легко. Потому что, как бы, у меня штурмовик, заряженный бомбами. Два бомбардировщика. И, как бы, на легких самолетах тоже имеется вооружение. Поэтому я сначала использую легкие самолеты, чтобы посмотреть, как там можно лучше подлететь. Здесь, во-первых, 74 мишени. На расстоянии до 7 километров каждая. Здесь, вот, я несу 4 бомбы по 50 килограмм. Так. И впереди у нас, вон, большое количество противников. Все небо красное от них. А у нас чё, как тут по союзникам нашим, а где все? Вон. Опа-на, а это же бомбардировщик, нет? Нет, видать, не будем бы где вообще. Иначе тоже две техники. Нормально. А бомбы перезаряжаются почему-то 6 минут. Как бы, нет смысла столько жить на самолете. Даже пулеметами будет более результативно уничтожать мишени. Вот так вот ударились мы и печально отжили свой путь. Так, ну осталось 45, но очень много вражеских самолетов, которые собьют мой бомбардировщик. И поэтому я... Ну давайте возьмем, наверное, SB-2M. То есть как бы у него турели нормальные. И две бомбы по 250 килограмм. То есть если нам на хвост сядут, мы нормально, я думаю, стреляемся такой турелью. Вот. И я думаю, лететь нам нужно вот сюда. Даже вот раз, и потом второй. Сразу если скинуть бомбу, а лучше на левый край перейти, потому что там особо противников нет. Вот раньше я все-таки играл офигенно с друзьями полную. То есть я на бомбардировщике на американском, на Каталине. Там четыре бомбы по тонну. То есть очень большое количество площади можно накрыть. И там сразу считают половину победы в кармане. Вот. И двое друзей у меня на истребителях. Они меня прикрывают, все в порядке. То есть ко мне никто подлететь не может. А я бомбил. А сейчас мимо ударю. Так. Добомб 40 секунд. 30 секунд. Опа, надо на хвост авиация. О, при помощи тугори сбили самолет. Нормально. Я считаю это очень хорошо. Хорошо. Вот впереди ПВОшки. Мне бы только долететь до них. Так. Две бомбы есть. Ростояние 800 метров. Так. Первое. Опа-на. Так. Смогли пролететь. Ну и вот. Так. Этот сбил. Где тут еще технику осталось? Впереди уже броня автомобили проехали. Впереди уже броня автомобили проехали. Потому что люди не понимают, что смысл, допустим, этого режима уничтожить технику, они берут самолёты и уничтожают самолёты, как бы. Но смысл-то уничтожить технику, от того, что ты угрешь большое количество самолётов, толка тебе от этого не будет. И вот две положки впереди. Но, думаю, вряд ли я их смогу уничтожить, потому что, во-первых, у меня сейчас нету бомб, и через 40 секунд они только появятся, и меня нахлобучили. Я уже не могу повернуть, у меня полные утечки. Клином летим. Всё, отгорели. Награду получит ближайший противник. И сам вздох. Берём сушку вторую, сейчас по-быстрому на ней долетим. Даже долетать не пришлось. Место 11. Один самолёт и шесть техники, нормально. Читовый самолёт с помощью турели сбил. Скоро ВАГ будет изучен. Германия. Так. Чё мы сюда можем? Чё-нибудь приклеить? Внешний вид. Наклейки. Красавые. Извиняю. Один. Отметки о победах. Балочные кресты. Недоступны. Достижения не получены. Недоступны. Достижения не получены. Редактор субтитров А.Семкин Вот. И эту наклейку мы немножко переклеим. В бой. Ну вот сейчас на немцах последний раз поиграем. Тут только два бомбардировщика. Поэтому здесь даже можно и превосходству, чтобы попало. И посмотрим, общее сравним. Значит, лучше всего пока и из США, и из СССР я поиграл все-таки за совок. Но первоначально вообще я стал играть за немцев. Так, воздушно-аркадные бои, случайные бои. Превосходство в воздухе, да? Захватить и удержать превосходство в воздушной зоне. Да, бомбардировщики здесь не нужны. Значит, ну вот курсовые даже у этого бомбардировщика имеются. Не такие скудные бомбы вообще. Ну, тогда возьмем сначала, наверное, Хеликс. Нормально такое, довольно мощное вооружение у самолета. Самолет очень, очень-очень маневренный, вспоминал слово. Перегрузка, потеря управления. Вот что значит потеря управления? Ну, вот в смысле, ну давай, приходи в себя. А вот я не помню, а как можно свет, вот этот вот? Зачем я нажал перезарядку? Господи, идиот. Надо посмотреть, как включать вот этот вот. Режим управления, разное. Прицеливание. Пивотажный дым, L. Во, красота. Но, это плохо. Потому что можно заходить ровно между вот этими полосами. Это, то есть, как дополнительный ориентир для мишеней. Но, главное, я понял, что он запускается на букву L. Активировал приказ ПБО. А ПБО, это что, здесь у ПБО, что ли, есть? Ну, давайте попробуем схлестнуться с мигом в сражении. Нормально. Зашел в штопор и не смог из него выйти. Так... До свидания. До свидания. Вот это у самолёта только пушка. Это что, вода или лёд? Вот это лёд, то есть сюда можно садиться при необходимости. Братан, а тебе не холодно, ты летишь с открытой кабиной и зимой к Старинградам. Вообще-то не канзываю. Ладно, молдой закрытым, ещё какие-то отморозишь. АСМ-4. А5М-4. Это у нас кто? Это, наверное, какой-нибудь истребитель лёгкий. Где-то сгорел ещё, смотри. Самолёт сбил. И меня сбили. Ну чё это такое? Я же в него первый попал, и он прям в пилота попал. А потому что нахер надо это закрывать кабину. Ну и мой любимый самолёт из истребителей БФ-109. Мистер Шмидт или как его там? Огонь по-своему у нас включен, нет? С-202. Непонятно, кто это. Но попробуем сбить или переориентируемся на ближнюю цель. Но нет, он к нам самый ближний. Нет, его уже сбили. G2-M2. Сбили? Да что ты! Как меня сбивают, я не понимаю. Я только что его сбил. А, вот, понятно. Я его только собью, и мне прилетают сразу. Ну чё это такое? БФ-109 он нормально прям лупит. То есть у него довольно-таки мощное вот это вот курсовое вооружение. А это мой любимый самолёт. Черная смерть немецкая. Сразу можно эти бомбы покидать. Потому что тут некого нам бомбить. Уроним их на мирный город. Ну вот этот вот бомбардировщик, на котором я сейчас. Он довольно неплох. У него, то есть, есть курсовое вооружение. Он может, типа, работать по наземным целям. При помощи бомб, но они очень слабые. И вот, при помощи вот такого вот пулемета. То есть, это пули... Четыре пулемета, четыре пушки вроде бы. И плюс довольно неплохая турель задняя. Вот БФ-109 мы не собьём. Он чисто увернётся. Нам бы кого-нибудь просто покрупнее. Вон ББ первый. Его можно. Спидфлайл очень тяжело будет на таком сбить. Опять-таки, по крайней мере для меня. И 153, я... Ммм, блин... Куда же? Кого лучше прицелиться? Ставец. Пришел. 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 Все сели на хвост Вот сбил два самолета и меня сбили непонятно каким образом, я этого правда не понимаю. Ну тут есть турельные и 8 бомб по 250 килограмм. То есть как бы, вот который мы сейчас клеили, то есть как бы турель, ну слабенькая конечно, да. Передняя турель, еще наверное слабее, ну можем красиво подбрасываем бомбу. Вот так вот. Красиво летит, а? Ну пойдет, лезь. Ну нахер это воздушное сражение. Не, я сейчас попробую лучше на реку приземлиться. Типа мы поняли, что это лед. Значит можно что сделать, на него сесть. Закрылки. Шасси выпущено. Закрылки, посадка. Бегаем газ. Да. Через лед. �� Ну просто интересно стало, получится ли на нём аккуратно сесть. Ё-моё, сели. Это льда пули, даже рикошетинг спрятался за посадку на грагу далее. Ну теперь, я думаю, можно заново взлететь до конца въедет к веке. Продолжение следует... Продолжение следует... Это будет вообще чистый позор. Но всё-таки посмотрим, что из этого получится, потому что я хочу развивать тематику канала, не ограничиваясь одной рыбалкой. Благодарю за просмотр, оставляйте обратную связь, обязательно выслушаю ваши рекомендации, критику, но желательно обоснованную. С вами был Бремтин, пока!